Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. И сегодня я хочу показать простой ритуал. Еще раз повторяю. Веретничество, как всегда, это русская чернокнижа через беса и тасса. Как говорится, снять кладбищенскую опойку. Снять опойку через воду, которая была, или, возможно, корм был. Вот. Я еще раз повторяю многим тем людям, которые часто говорят, что вот от алкоголя там не действует чистка через бесов и так далее, да? Еще раз повторяю. Вы должны перед этим сначала свою кочерыжку включить. Мозг для этого вам и нужен. И подумать, просканировать на картах или как. Подходит ли это чистка, понимаете? И еще, поняв причину пьянки. Может, там приворот. Вам надо чистить сначала, а не, как говорится, или у мужика стресс из-за того, что половая привязка и не работает, как бы он хотел. Половая сила, да? Какие-то проблемы, витамины не принимает, может быть. Стресс тоже половая функция повяла. То есть вы не выясняете, вы сразу лепите и бежите, сломя голову. Может, контакта с бесами нет, может, не хочет бес вам помогать. Нужно другой ритуал тогда делать, понимаете? Это для тех одаренных, которые безмозгло делают вообще непонятно что, и потом винят меня или кого-то еще. Виноваты в этом только вы сами. Глупость ваша, не моя. И тупость тоже ваша. Вот что значит не понимать теорию и не разбираться и не слушать внимательно, когда говорят и объясняют вам. Ну ладно, не будем обращать на безмозглых. Продолжим. Как же снять? Простой метод был разработан мной. Естественно, зажигаем свечу, просим беса и таса о помощи. Нам понадобятся простые светлые нитки. Если есть фотография, ложите под свечку фотографию этого человека, которого снимаем эту опойку кладбищенской водой, если он был опоен. Возможно, порча появилась. Возможно, это приворот был. Все что угодно. Вы берете и завязываете нитками такое кольцо делаете. Такое колечко. То есть, вот так. Делаете круг нитками, завязываете. И убираете. То есть, остается узелок такой. То есть, круг у нас должен появиться. И завязываете узелок. Вот. Дальше. Ну, такой круг кривой. Я показываю. Потом мы берем шалфей. Какой у вас там? Что-то он какой-то у меня светлый, кажется. Аж чуть не салатовый. Ну, мелко помолотый. Вы вокруг этого круга сыпите шалфей. Свеча все еще горит. Ничего страшного. Вы посыпали вокруг по этой линии, где узелок завяженный полностью, вот так. Вокруг шалфей. Вот. И просите Беса и Таса хотя бы семь раз убрать и обрезать связь с этой, как говорится, некротической энергией. Так как он архангел, и у него есть меч, так сказать. Ну, он темный архангел, можно сказать. Он быстро это отрежет. Вот. Вам понадобится таких хотя бы три свечки. То есть, одна догорела вы попросили. Потом на следующий день, где-то три дня вы так делаете. Потом агарки. Вот эту цепь сохраняете. Узелок. Вы это просто складываете с агарками. И шалфей все это складываете с агарками. Фото убираете, естественно. Куда вам там удобнее. Вот. И просто потом или в лесу на перекрестке, или на обычном перекрестке. Оставляете с дарами бесу и тассу, как говорится. Главное искренне делать, тогда действие будет. А если вы просто на... Ну, так просто сделай. Ах, вдруг подействует, не подействует, да пофиг. Вот поэтому вы и получаете никакой результат. Понимаете? Тем более, вы не представляете, что вам нужно. Вы не визуализируете и так далее. То есть, много нюансов. Не буду объяснять для тех, которые деградируют. Ну, что ж. Простой ритуал. Ничего сложного нет. Луна тут не имеет значения. Можно, в принципе, в убывающую. Кто зависящий от луны. Лунатики, блин. Вот. Кто не зависит от луны, как говорится, шизы нет такой. Вы можете делать, когда вас потянуло. И когда надо срочно решить проблему. И вы понимаете, что некротическая проблема уже, как говорится, давит. Да? И человек не только позвоночник, но уже и в костях везде все сидит и в зубах. Ну, что ж. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Ставьте лайки. Если на канале будет много чего интересного, делитесь, комментируйте, репостите. Субтитры сделал DimaTorzok